Друзья, мы продолжаем наши встречи. Представляйтесь. Алексей Гирин, управляющий партнер Startup Capital, пассивного фонда и Startup Accelerator в Нью-Йорке. А пассивной фонд, это он что сеет? Сеет деньги. Конечно, не сеет, а инвестируем на пресс-сид в компании, в которых еще нет какой-то статистики, пользователей, то, что можно анализировать. Соответственно, как инвестициональный инвестор, который работает в этой нише, мы, наверное, достаточно уникальны, потому что обычно в этой нише работают ангелы, но не инвестициональные инвесторы. Соответственно... То есть, как бы частные лица, что ли? Не-не, у нас фонд, но просто обычно в таких стадиях инвестируют в основном ангелы. Такой вопрос. Вот у нас много зрителей, которые, ну, такие изобретательные люди, они думают о стартапах, о технологиях, о том, как пробиться в этом направлении. Вот, может быть, ну, не знаю, если вы сказали, вот одна главная вещь, но самая главная, но одна. Вот что это было бы, вот что вы, как инвестора, что вы хотите увидеть в людях, которые пришли и говорят, дайте денег, мы хотим что-то сделать? Ну, прежде всего, волю и уверенность в том, что они добегут из условной точки зрения. То есть, в точке А, в которой они находятся сегодня, до точки Б. Если инвестор понимает, что люди способны это сделать, то вот это, наверное, является определяющим. То есть, есть какие-то крюлы приходят или что? Не, ну, можно долго рассказывать, конечно, я говорю, вот эта пассивная и предпассивная стадии самые сложные, потому что нет никаких метрик, которые можно оценивать. Поэтому, скорее, здесь методики так, оценки именно людей, их способности что-то сделать. Конечно, есть какие-то базовые вводные, то есть, наличие там опыта, прототипа, каких-то вещей, но все равно определяющим является та энергетика, которую в себе несет фаундер. Ну, да, такой тогда вопрос, может быть, вот у нас очень много молодежи, начиная там буквально с 12-13-14 лет, и очень много такой технической молодежи, увлеченной, заинтересованной, который, может быть, видит, ну, смотрит там, не знаю, на молодого Суперберга, там, 19-летнего, да, там, или, я не знаю, на Сергея Бриина, вот в ту сторону. На что им, как бы, силы подположить? Потому что так много всего, понимаешь, это тут, говорят, языки учи, там, говорят, технологии учи, тут говорят, английский учи, ну, вот что? Ну, я бы, прежде всего, ориентировался на то, что не копировать ничей опыт, идти своим путем, это, конечно, сложно, потому что это не вызывает, там, поддержки, одобрения, поэтому имейте терпение, если есть понимание, что что-то надо делать по-другому, то не сомневаться в этом, а идти именно этим путем, потому что, конечно, вся система и все общество, в котором мы живем, оно загоняет нас в рамки того, чтобы сильно не выделяться, делать или что-то, что укладывается в понимание других людей, поэтому я бы сказал, что не бояться идти своим путем, но, повторюсь, для этого надо иметь терпение и волю. То есть, вот, как бы, видеть свой путь и не сворачиваться? Ну, конечно, в обязательном порядке слушать и уметь слышать, то есть, это не тот вариант, когда я все знаю и ничего не слышу, то есть, это вот противоречивые такие вещи, да, с одной стороны, надо делать то, что делаешь, но не быть самым умным в том плане, что прислушиваться все-таки к мнению других, но не обязательно бежать это исполнять, переваривать, перерабатывать и делать свое. Ну что же, спасибо большое, я думаю, что есть о чем подумать с тем, кто нас слушает, и переварить, да? Да, и, безусловно, приглашаю всех к нам в Акселератор в Нью-Йорк для технологических компаний, которые как раз хотят сделать трекшн, выйти на рынок. Мы считаем, что Нью-Йорк более трудотворная и питательная среда для того, чтобы начинать делать бизнесы, в силу того, что там выше конкуренция, выше концентрация бизнеса и больше возможностей для того, чтобы сделать трекшн. А как они попадут в трекшн? Можно подать заявку у нас на сайте startaccelerator.com Startaccelerator, я покажу визитку близко. Давай, да мы ее заснимем там все. Да. Значит, ага. Startacapital. 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 Да. Ну, в общем, там есть ли вы в сайте место, где можно заявку подать. Да, на сайте либо нашего фонда, либо акселератора Нью-Йоркского. Отлично. Ну что, спасибо. Я никогда не знал, что есть в Нью-Йорке акселератор. Я думал, они тоже... Да, у нас вот первый набор только выпустился в апреле, и из шести компаний, вот меньше, чем за месяц, три уже подняли деньги, и три сейчас в процессе согласования инвестиций с инвесторами. Я подозреваю, что это результат вашего отбора. То есть... Я считаю, что, конечно, правильный отбор – это 70% успеха. Ну, это ваша работа, как бы ваша компетенция. А вы ехали со всего мира или откуда? Ну, мы ориентируемся на русскоговорящих фаундеров. То есть это, может быть, Россия, Украина, Беларусь, Прибалтика. Потому что мы считаем, что действительно много талантливых технологических и технически образованных ребят. Но очень часто не хватает понимания культурных, социальных и бизнес-особенностей ведения бизнеса и жизни в США. И, соответственно, мы помогаем преодолеть вот этот вот гэп, который есть в разнице в социальной, в культурной и в бизнесе. И также больше затачиваем на бизнес, чем на технологическую часть. Ну, потому что речь технологическую уже как бы более-менее, если бы надо осваивать. Ну, что, спасибо большое. Я думаю, что вы можете получить какие-то предложения или формы заполнения. Ждем. Ждем. Спасибо. Спасибо.